20 лет исполнилось школе при Андреевском монастыре Москвы. Она имеет глубокие традиции образования и ведет свою историю из далекого XVIII века, когда просветитель Федор Ртищев основал в Андреевской обители училищное братство, занимавшееся переводом духовных книг. Вскоре в училище были приглашены монахи, взявшие на себя миссию обучить способных юношей грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии. А в 90-е годы XX века традиции духовного просвещения здесь начали возрождаться. Это время, когда началась история современной общеобразовательной православной школы. Галина Ледвина продолжит. С молитвы начинается каждый учебный день, событий и праздник, и так уже два десятилетия. День рождения школы отметили по-домашнему, подготовили театрализованное представление, во время которого познакомили гостей с историей создания и развития учебного заведения. При Андреевском монастыре православную школу благословил открыть патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Это произошло в 1997 году. Школа состоялась, она, как мы видим, не только существует, но и приносит уже какие-то плоды. И родители, и ученики действительно объединены общей верой и общим воспитательным, образовательным делом, что и является собственной целью создания школы. Просвещение приносит благие плоды обществу только когда основанием ему служит вера. Школа нашла золотую середину и сегодня дает фундаментальное светское образование высокого уровня и глубокое православное. Добиваться хороших результатов в учебе помогают небольшие по численности классы, индивидуальный подход, внимание учителей к каждому ученику. Та любовь к истории, вот всю эту основу, почему я выбрала именно исторический факультет, все это идет из моей школы. Здесь мне привили настоящую любовь к этому предмету. И меня действительно очень хорошо обучали и английскому, и русскому, и истории. И вот я сюда каждый раз, когда прихожу, чувствую себя абсолютно дома. Дети успевают не только учиться, но и отдыхать, творить и даже путешествовать. За 20 лет здесь сложились особые отношения между учителями, учениками и родителями. Самое главное у нас сложился коллектив, коллектив единомышленников. Это не только учителя, педагоги, сотрудники школы, это родители. В нашей школе очень много учатся детей из семей многодетных. Третий, четвертый, пятый и скоро шестые дети придут из этих семей. Атмосфера здесь замечательная, потому что, когда любовь сюда приходит, он видит, что в этих стенах просто любовь сочится из, не знаю, всех щелей. Потому что дети улюбят друг друга, они все знают друг друга. Классы небольшие, по три-четыре ребенка из семьи. Поэтому пятый, шестой, первый, десятый класс, они общаются на равных, они друзья все между собой. Юбилейный праздник – повод для подведения итогов. Но директор школы при Андреевском монастыре на это событие смотрит иначе. 20 лет – это только начало чего-то грандиозного и нового.